дорогие зрители всех приветствую на канале герчик и к с вами виктория сечу тема данного видео будет про отбои в частности это отбой в связке с bp1 с bp2 в этом видео я объясню какие бывают виды данных отбор то есть какие бывают именно модели данного сценария на каких-то фреймах они чаще всего работают и на каком рынке мы будем разбирать рынок форекс теле покажу как работает данная модель именно на forex и почему а именно на forex и на forex и на самом деле данной модели работает не так часто 1 попадается модель пссу by 1 ghopo 2 именно форекс No cryptocurrency чаще всего работают пробой и ложный пробой если брать рынок фонда вы рынок Там, конечно же, лимитки, лимитные уровни. Также модель отбоя с БПУ-2 и с БПУ-1 работает гораздо чаще, чем на Форексе. Так, ну вот первая модель у нас отбой в связке с люфтом. Что такое люфт вообще? Люфт это у нас расстояние, которое может позволить себе второй бар. Это бар, подтвердивший уровень. То есть второй бар от первого бара подтвердивший уровень на размер люфта. То есть расстояние немножечко от того самого ключевого уровня. Размер люфта может быть максимум 20% от стопа. Как мы рассчитываем стоп? Стоп стандартный на Форексе это 20-25, если мы берем кросс-пары, до 30 пунктов. И 20% от данной цифры мы отсчитываем, если расстояние позволяет. Например, если мы берем на Форексе 25 пунктов по евро-доллару стоп, то 20% от этой цифры примерно получается 8 пунктов, 7 пунктов, примерно до 10 пунктов. То есть мы в принципе люфт можем рассчитывать как нормальное расстояние и в принципе эту модель можем засчитывать. Данная картинка австралийский доллар, пара австралийский доллар, дневной график. Почему вообще дневка? Моя рекомендация вам все-таки, те кто торгует отбой или те кто хочет торговать отбой, все-таки именно если на Форексе, мы сейчас говорим про Форекс, то лучше всего данную модель искать на дневных графиках. Потому что бывает такое, что на дневных графиках также не срабатывает эта модель. Я сегодня также вам покажу скриншоты, все картинки свежие, я далеко не листала графики, вот буквально осень, зима этого года. То есть картинки все показывают, что эта модель, она работает и по сей день, просто эти картинки, эта модель, она не так часто появляется. Поэтому на дневных графиках, если брать часовики, минутки, там эти формации просто вас заводят в тупик. То есть очень часто выбивает данную модель отбой, но бывают ложные пробои. То есть на самом деле тяжело именно вот эти лимитки выстраиваться, если на минутках, на часовике в основном они все заводят в замешательство. И я говорю сейчас про Форекс. Форекс очень волатильный рынок, особенно рейнджерный, волатильный, поэтому вот эти лимитки ловить, конечно же, по Форексу, по мажорам, да, также по кросс-парам я не рекомендую все-таки. И в первую очередь смотреть дневной график. Австралийский доллар D1. Смотрим, да. Во-первых, мы смотрим сразу на уровень. Уровень у нас какой? Какие у нас уровни, на какой уровень мы обращаем внимание? Это уровень излома, да. Самая основа, откуда мы берем, да, то есть от какого уровня мы смотрим дальше историю цены. Это уровень излома, уровень образованный паранормальным баром и уровень пирел хай, пирел лоу цены. Также уровень откатных баров также считается сильными уровнями. Если сейчас брать данный вот этот бар, то это бар излома, да, здесь продавец закончил свое движение. Лоу данного бара мы берем как БСУ, то есть бар, сформировавший уровень. Выделяем уровень, да, и здесь на истории на самом деле у нас идет такая связка, причем все идет вместе. То есть бар, подтвердивший уровень 1 и бар, подтвердивший уровень 2. Заметьте, бар, подтвердивший уровень 2, он идет немножко с таким вот расстоянием от уровня излома. То есть расстояние здесь очень-очень маленькое, то есть допустимое на размер люфта, поэтому данная модель считается правильной и данную модель можно оторговывать. И здесь, конечно же, на графике показано, что инструмент сходил раз, два, да, за два дня, то есть инструмент реализовал движение. То есть здесь не всегда поймешь, да, какое оно будет движение, 3 к 1, там 5 к 1 и вообще на какое расстояние рассчитывать. Ну, суть в том, что, да, если брать внутридневную торговлю и торговать от дневных графиков, да, точнее от дневных уровней и торговать модели на дневных графиках и смотреть уже расстояние, рассчитывать стоп и тейк на часовиках, например, то, в принципе, данного расстояния достаточно, чтобы, в принципе, взять хорошую прибыль. Дальше идем. Отбои у нас на расстоянии также есть. Так, сейчас, секундочку, в связке с люфтом, да, все правильно. На расстоянии. Что значит на расстоянии? Бар, сформировавший уровень, да, вот он, бар излома. Хай данного бара является баром, сформировавший уровень копеечка в копеечку. Мы выделяем хай этого бара, смотрим на историю, да, здесь запил, здесь ничего нет, здесь сложный пробой. И мы видим вот такую картинку. Бар, подтвердивший уровень, бар, подтвердивший уровень 2. То есть, в чем суть, да, БСУ может быть где-то, там, далеко-далеко, но БПУ-1 и БПУ-2, они должны быть в связке, они должны быть вместе. Они могут вместе быть, как бы, отбой делать одновременно, то есть, с этого же уровня, либо второй бар может немножко с люфтом, то есть, с небольшим расстоянием. Тоже считается модель правильной. Поэтому на расстоянии также модель работает. Здесь суть в чем, да, чтобы такую модель торговая, здесь нужно ждать, да. Соответственно, если мы это увидели, да, такую картинку увидели на дневном графике, тем более, то, конечно же, на 100%, ну, не могу сказать 100%, 90% вероятность она отработает. Так, далее, отбой на расстоянии. Еще момент, да, то есть, здесь у нас БСУ, сформировавший уровень, бар, сформировавший уровень, да, low, точнее, high данного бара является баром, сформировавший уровень. И здесь у нас сложный пробой на расстоянии и смотрим, да, бар подтвердивший уровень, бар подтвердивший уровень 2. Вот у нас тоже небольшое расстояние, также считается люфтом. Кстати, это недавняя картинка, это доллар-франк, дневной график. Это вот было у нас как раз в декабре. Вот, пожалуйста, модель, которая подтверждает, то есть, данная картинка говорит о баре, сформировавший уровень, да, BPO1, BPO2. Вот, пожалуйста, то есть, это все, в принципе, все эти картинки на Форексе, они работают, но такие модели, они не часто появляются. То есть, на самом деле, действительно, такие модели, они, если и попадаются, то не так часто. Как, например, ложный пробой, пробой. Ложный пробой, пробой у нас практически происходит каждый день, будь то внутри дня, будь то в средний срок. БСУ1, да, также есть отбой зеркальный, то есть, картинка, когда БСУ, например, бар, сформировавший уровень, у нас был здесь сопротивлением. И когда у нас идет пробойная формация, да, после распила, у нас идет BPO1, BPO2 уже в зеркальную сторону. То есть, такая модель тоже считается правильной и, в принципе, достаточно сильной. Здесь у нас бар, подтвердивший уровень, первый лоу данного бара является BPO1, лоу второго бара является BPO2. Здесь также, по-моему, небольшой, ну, прям мизерный такой люфт есть. Можно даже сказать, что-то они в одинаковой плоскости построились. Поэтому данная модель также является сильной моделью. Отбой не сработал. Также есть такое, бывает на Фороксе, и без исключения, что данные картинки, они, данная вот эта модель отбоя BPO1, BPO2 не работает. Например, да, вот я даже нашла евро-доллар, дневной график. Это было в сентябре, в сентябре, нет, да, в сентябре 22-го года. Бар, сформировавший уровень из лоу, лоу данного бара является из лоу. Смотрим на историю, смотрим, смотрим, да. Вот у нас, пожалуйста, бар, подтвердивший уровень 2, бар подтвердивший, один, да, бар, подтвердивший уровень 2. То есть, в одной плоскости. В итоге что? Мы здесь, да, чуть-чуть вроде как сходили, потом опять вернулись, потом опять сходили. То есть, стояли на месте. В чем суть, да, вообще вот всех, в принципе, сценариев? Будут уложены пробои, отбой, пробои, к ним прикрепляется всегда общее понимание рынка. То есть, мы всегда должны реагировать быстро, да. Во-первых, что здесь не так? Здесь паранормальный бар и торговля идет внутри паранормального бара, что не есть хорошо. У нас есть проторговка, да, говорит о том, что после, тем более, движевого поглощения идет проторговка, говорит о том, что, скорее всего, будет продолжение движения. Поэтому, да, у нас есть отбой на формации, но мы не игнорируем данные, вот эти предпосылки, которые нам показывает график. Поэтому здесь нужно, конечно же, быть гибким. В принципе, в трейдинге всегда нужно быть гибким и реагировать быстро на ситуации, когда они меняются. Так, отбой зеркальный. Еще одна картиночка. Заметьте, все показываю на валютных парах. Евро-доллар, австралийский доллар, Новой Зеландийский доллар, доллар-франц. То есть, показываю то, что на Форексе. В принципе, отбойные формации тоже работают. БСУ-1. Барсформировавший уровень, уровень излома и, да, зеркалка идет. БПУ-1, БПУ-2. Также практически в одной плоскости. Все. И, в принципе, данная модель, движение, в принципе, очень хорошее движение дала вот эта вся отбойная формация. Видите, копеечка в копеечку отбились от этого уровня только в зеркальную сторону. Так, все, ребят. Вот такие модели, да, то есть, БСУ-1, БПУ-1, БСУ, точнее, БСУ, БПУ-1, БПУ-2. Бывает зеркальный, бывает с люфтом, бывает на расстоянии. И, конечно же, бывает еще, когда модель, то есть, бары, они строятся вместе. Вот как здесь, видите? То есть, идут прямо вместе. Бывает, что без люфта, второй бар вообще без люфта. Бывает, лимитка прямо вот выстраивается копеечка в копеечку. Бывает 3, 4, 5 баров подряд. Конечно, если вы такое видите, это очень сильная, на самом деле, формация. Но такое на Форексе, ну, крайне редко увидишь. То есть, я даже сегодня листала графики, и, на самом деле, такое действительно крайне редко увидишь. Именно, чтобы лимитка прямо вот копейка в копейку, там, 3-4 бара бились копейка в копейку на дневном графике. То есть, на рынке акций это более чаще появляется, нежели чем на Форексе. Так, в принципе, по теме все. Такое вот коротенькое видео получилось. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, это ваша благодарность. И также подписывайтесь на наш канал Герчик Яко, если вы еще не подписаны. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok